Ну что ж, давайте начнем нашу лекцию. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Лекция номер 10. Садитесь, пожалуйста. Итак, в прошлый раз я занимался вычеткой программного кода, но моя ошибка была в первую очередь в том, что я не вспомнил, я понадеялся, что я же его сам писал. Понимаете, вот я реально понадеялся. Я сам писал вот эту вот программу, заготовку для пушки. Я специально писал ее, не идеально. Кроме того, я не очень хороший программист. У меня не было боевых проектов на питоне, честно сознаюсь. Я писал и работал на C на чистом, на C++ в продакшене. А вот на питоне я никогда не работал в продакшене. Я только вот обнаружил этот язык, когда уже преподавал. Вот, и поэтому, конечно, у меня там не продакшен левел питона. Но, кроме того, самое-то главное, вот чем еще раз, что я не прочитал программу перед лекцией в прошлый раз. Из-за этого возникло то, что возникает у типичного программиста при чтении чужого программного кода. Хотя я читал свой. Но прошло пару лет, я открываю его и... Чего? Вы знаете, программисты, они очень меткими словцами оперируют. Я дерзну использовать то слово, которое использует комьюнити программистская. Называется говнокод. Простите, пожалуйста. Так называют программисты. Вот. Нет, конечно, там не совсем и в принципе разобраться можно, но реально читать непросто. И вот я решил сегодняшнюю лекцию посвятить, собственно, еще немножко вычитки, только я заранее немножко подготовился. Да, у меня конкретно лежат сейчас образцы, которые мы будем смотреть. Вот. Я подготовил, собственно, три образца. Все три написаны не мной. Три образца работающей пушки. Программа всем вам знакомая. Все вы ее писали уже по крайней мере две недели, а учитывая праздники. И три. На самом деле, скорее всего, да, у вас наверняка три уже недели было, да? Ну, у кого-то две, у кого-то три. Короче. Поэтому суть того, что надо делать, суть задачи и как ее можно по-разному там решать и дорабатывать, она вам прекрасно знакома. Вот. Три, две программы написаны студентами, а третья программа написана преподавателем. Вы ее тоже, наверное, видели, но я вот хочу ее показать и разобрать, посмотреть на это дело. Вот. Чтобы вы сами увидели своими глазами и сравнили, в чем суть. Потому что, ну, еще раз, вроде бы определение того, что такое говнокод, простите еще раз за упоминание, это то, что код плохо читается. Если попытаться сказать, а наоборот, вот что, да, наоборот, какой код? Чистый код называется. Клин. Чистый код. Есть даже книга такая Роберта Мартина, Клин код. Правда, она на Java, но суть, она одна по существу. Вот. Давайте посмотрим. Итак, что мы имеем? Значит, вот версия номер один. Да? Значит, Bad Gun. Bad Gun 1. Давайте посмотрим на программу. Беглым взглядом сверху. Шрифт достаточного размера? Чуть-чуть больше, да? Ну, дело в том, что мне очень важно, чтобы оно помещалось, поэтому я, честно сказать, не знаю, разве что, может быть, этот самый, нас presentation mode спасет. Сейчас. О, нормально? Короче. Вот если взглянуть вот так вот сверху, да, что мы видим? Во-первых, что у нас есть программный код, который находится вне функций. Причем, более того, он разбит на кусочек, который находится вне функций и торчит вот сверху. А есть код ниже. А есть код еще ниже. А есть код совсем внизу. То есть, в результате программа, да, она выполняется как бы не совсем линейно. То есть, она разрезается визуально на вот эти кусочки. Трудно понять, да, что вот на самом деле сквозное выполнение идет вот это, да, потом вот эти вот я сейчас определение классов спрятал. Потом вот этот кусочек выполняется, да. Потом вот этот, я потому что presentation mode не позволяет мне свернуть этот код, там как-то его folding collapse. Control, минус. Я сейчас все, сейчас сделаю. Control, минус. Короче. А потом вот этот выполняется. Это уже неудобно. Это уже часть того, что вот называть, ну, давайте я буду называть плохой код. Часть того, что вот определяется словом плохой код, скажем, да. А вот неудобно это читать. Дальше. Не соблюдается PEP8. Это не мелочь. Дело в том, что по самому внешнему виду идентификатора мы должны отличать классы от функций. Здесь же классы называются с маленькой буквы, так, как должны называться в питоне функции. Это ненормально. Это ненормальная ситуация. Я пока внутрь даже не лезу, да. Значит, давайте попробуем, куда мы полезем. Да, ну да, и еще. Что у нас есть? Screen1, а где Screen2? Так. А еще Screen1 can create text. Значит, получается Screen1 это что? Это текст? То есть название не отражает содержимое. Один из программистов, как и я, постящий ролики на ютубе, сказал, что если вы, создавая функцию, думали над ее названием меньше, чем вы писали тело этой функции, то это название никуда не годится. Ну, это так, если кратко. Хорошее название написать очень сложно. Про хорошее название люди реально на конференциях для разработчиков выступают, там, по 20, по 30 минут. Можно и час, на самом деле, продуктивно про это разговаривать. Я не хочу на это тратить слишком много времени. И я, опять же, у меня не настолько там продакшен уровень, чтобы я вещал по этому поводу. Но, тем не менее, ну, очевидно, что уж если это текст на холсте, то, ну, ладно, даже если я вместо скрин один, который вообще ни о чем, напишу текст он канвас, то это не будет содержательное название. То есть, если это идентификатор переменной, то он должен отражать суть хранимого. А что там хранится? Не знаю, может, там экспириенс хранится? Или очки скорость там, да? Плеер скорость или что-то еще. Но точно не скрин один. Да, G1GAN. Ну, по-моему, это я задал там. Первичный, просто человек не переработал. Надо было делать рефакторинг, возмутиться и сказать, ну, это not dirty code. Значит, так, что еще? Ну, глобальные переменные понятны. Глобальные переменные зло. Но вы сейчас увидите, насколько это большое зло. Значит, давайте вначале откроем. Чего будем открывать вначале? Ну, анализируя программу. Давайте New Game посмотрим вначале на то, как классы используются. Так, тадам, открыли. Что мы видим? Ну, Global T1 сразу нас пугает. Ну, по-моему, опять же, у меня что-то похожее там и было. Поэтому я понимаю, но все равно. Screen 1, Bolt и Bullet более-менее как-то. Что-то понятно. Так, 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 холст, привязка. Подождите, вот функция называется New Game. Как вы думаете, что она делает? Ну, давайте, вот я сверну ее. Что она должна делать? New Game. Она должна запускать новую игру. Давайте откроем, посмотрим, что она делает. Что она делает? Она, да, она создает вроде бы два новых таргета. Да, targets append. А что дальше? Так, bind. Дальше, цикл for targets. Так, что там, live 1. Там некий идентификатор, что они живы. Так, ok. Да, 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 да. Что-то B in balls. Ненормальное название. На самом деле, вот здесь вот локальная переменная. Называй как хочешь. Почему не называть ball in ball? С другой стороны, конечно, она локальная, но все равно B плохое. Название ни о чем не говорит. B hit, test, E. Ладно. А вот это вообще E in targets. Это же вообще какая-то жесть. Ну, почему я так ругаюсь? Дело в том, что слово I, оно подходит для идентификатора, identifier, индекса, индекс. Ну, еще как-то приемлемо сокращать в коротких циклах. Все к этому привыкли. Но здесь E бежит, собственно, по целям. Не по индексам целей, а по целям. Это ненормальная ситуация. То есть target in target должно было бы быть. По крайней мере. Даже если я сейчас не придираюсь к, как сказать, к архитектуре кода, где что написано. Так, ладно. Что там привязки? Значит, дальше что? Так, 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 так. Remove. Ну, подождите. Стоп. Это программа, эта штука должна создавать нам что? Новую игру. А я здесь вижу какой-то цикл, когда длина таргетов, то есть она явно ждет того, когда таргеты кончатся, да? Правда? Так. Что там? И она что делает? От слип какой-то? Canvas update. Что, что, что? Подождите. Стоп. Delete gun after. Стоп. И еще и root after. Подождите. То есть получается, что new game это функция, которая, она еще и зацикливается. По времени. То есть она делает паузу в 750 миллисекунд, а после этого запускать. Так, ладно. Стоп. Но 750 миллисекунд это не похоже на такт времени по щелканию, да? Скорее вот. То есть получается, что она вообще не уходит в main loop. Подождите, а где main loop? А, main loop вроде есть, да? Так, new game, а потом main loop. А она вообще отдает управление main loop или нет? Ну давайте вот, я не знаю, вставлю сюда вот какой-то вот проверку. А, да, я ее не запустил еще не раз. Давайте запустим. Как там? Alt B, если. Сейчас. Только не gun один я хочу все-таки. А именно эту. Я не помню, как выход из этой. Exit presentation mode. Так, ища мы ее запустим. Bad gun один. Run bad gun один. Да, ну она работает вроде, да? Он шпуляет. Правда, вы можете заметить, что, во-первых, там цели не двигаются, да? То есть она не допилена, на самом деле, до того функционала, который хочется. Да? А во-вторых, что? Ну мячики прыгают и прыгают всегда. Вроде игра кончилась. Мячики прыгают. Возможности перестартовать игру нету. Ну, как бы она не допилена. Но самое-то главное, что, что, еще раз говорю, плохой код будет очень трудно допиливать. То есть вот сейчас вот что-то модифицировать, и мы не разберем. Это я пока в классы не лазил. Давайте залезем. Так. Так. Значит, короче, смысл в том, я даже не буду сейчас влазить сюда. Смысл в том, что мы видим, что у нас, собственно, до мейн-лупа и дело-то не доходит, пока игра не закончится. А она не закончится когда? Да никогда. Да никогда она не закончится. То есть она здесь на самом деле, потому что волосы не удаляются, они так и скачут. То есть этот цикл, он вечный. Если я вот до этих вот инструкций, delete, root, after, дело не доходит. Понимаете? Я могу отдебажиться. Я могу вот здесь вот написать, вот тут вот, print never. То есть здесь реально как бы уже buggy place возникает. Такое вот место для накопления ошибок. Программный код, который никогда не достигается, а типа он должен достигаться, типа есть мы... Это очень плохо. Вот эти вот рудименты, атовизмы неработающих кусков кода, они создают еще... Ну программа вроде же работает. Ну и мейн-луп есть, ну наверное там мейн-луп работает. А реально мейн-луп не работает. Ладно, давайте сейчас это самое, я этот never включу. Так, мне кажется, смогу запустить теперь ее. Shift F10 для запуска. Ну короче, вот вы можете посмотреть, я сейчас обдолбаю цели, пожалуйста. А, кстати, да. Вот видите, у меня вытянулось это ружо почему-то, да. Когда игра заканчивается. Но это все связано с тем, что ход выполнения здесь сделан вообще. Кто-то сидит, это чей-то код. Я специально анонимно, не из репозитория выкладываю, а вот он вот так вот лежит. Кто-то сидит, наверное. Это мой код. Вот так вот поиспал. Реально. Там сейчас, ну простите, пожалуйста, я на свой тоже готов ругаться. Абсолютно без этого. А? Ну может и нету. Короче, велика вероятность. Нет, ну просто я попросил преподавателя сбросить мне лучшие программные коды. Мне было сброшено три проекта, из которых я успел внимательно посмотреть. Давай вот я сейчас вам их показываю. А, ну вы, прошу прощения, сейчас я верну эту штуку. Где эти? Уже не верну. Ну короче, never там нету. Там заканчивается просто ошибками. То есть там еще trace какой-то, ошибок в хвосте, которые по идее надо бы разобраться. То есть программа на самом деле вообще еще и не годится для использования. Слушайте, давайте посмотрим. Это мы посмотрели функцию, которая называется new game. На самом деле это функция, которая вообще не уходит в главный цикл. Она и есть функция всей игры. Она еще и там в какой-то автор стоит, который никогда не наступает. Вот, ладно. Это был человек, который пытался сделать перезапуск, и не знал, почему же такое. Почему не уходит перезапуск? Давайте посмотрим, а что там внутри классов. Может там все хорошо. Ну что, конструктор с аргументами. Нормально, читабельно, между прочим. Нормально? Честно, нормально. Но я не буду придираться. Так, set cowards, так, вроде норм, move. Ну, я вам скажу, человек-то писал с моего, да, я так понимаю, что там было аж готово. Я сейчас свой уже забыл. Но смысл в том, что глобально я не вижу существенных проблем. Ну, там два пробельчика, да, лишний пробельчик есть. Вот. Но в целом, fix me надо было убрать. Уж если он пофиксил, надо было убрать. Да. Не оставляйте этих самых рудиментарных каких-то fix me. Это знак для вас же. Типа, вот, пофикс меня. Да, исправь меня. Да, вот. Не это. Hit test. Да, ну что, тут тоже fix me. Сделал или не сделал? Сделал, убираем fix me. Вроде, ну, нормально. Так, ладно. Что у нас с классом gun? Давай сюда. Fix me опять торчи. Don't know how to set. Слушайте, опять. То есть, ну, убирайте. Так, fire to start. Что это такое? Что это такое? Почему два? Нигде непонятно. F2 он. А где F1 он? Ну, то есть, возникают вопросы сразу. Согласны? Я не понимаю. F1, так. Если так, то так, а иначе black. Не шарит. Что такое F? Почему F2? Кнопка F2 на клавиатуре. Ладно. Power up. Target. И еще. Самое-то главное, что не везде понятно, а за что отвечает функция. То есть, вот, таргетинг, например, прицеливание, зависит от положения мыши. О! Ну, что-то объяснено. На самом деле, по идее, само название метода должно было быть такое, чтобы было понятно. Но оно вроде здесь более-менее, да? Ну, не написано, от чего оно зависит. Но, тем не менее, таргетинг, да? Понятно, это относится к GAN, да? GAN, таргетинг, ну, более-менее. Да? Так. Дальше, что там? Power up. Не написано. Что такое power up? Ну, то есть, за что отвечает метод, непонятно. Ладно. Ну, и этот самый класс таргет. То есть, опять же, про него хоть что-то бы написать. Хоть как-то пояснить. Потому что, ну, довольно мало. Ну, опять же, какие-то комментарии остались, но это, по-моему, мои комментарии. Человек просто их нет. Ну, ладно. Давайте свернем этот разговор и перейдем к следующему плохому коду. Так, версия номер два. Вы не сознавайтесь, если увидите свой код. Я никого не хочу это огорчить. Сейчас, 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 мы перейдем в презентейшн мод и все посмотрим красиво. Давайте с высоты птичьего полета. Тихо, 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 тихо. Вы не поверите, эта программа работает лучше. Тихо, тихо. Сейчас, я, знаете, еще, я ее хочу запустить вначале. Давайте по плодам оценим. Оценим по плодам. Запустим ее. Ну, во-первых. Обратите внимание, цели летают. Это вот одна цель или две? Да, две. Ну, просто их рандом плохо расставило. Если перезапустить, все будет норм. Ну, рандом чуть-чуть, вот, не совсем идеально. Ну, слушайте, ну, посмотрите. Мячики исчезают через некоторое время. Это ж прикольно. Не так плохо. Игра перезапускается. То есть, с точки зрения функциональности, на самом-то деле, да, человек не так плохо поработал. Мишени летают. Вообще, программа работает. Работает. Да, снаряд летает. Летает. Да, все норм. От стенок отражается. Да, мишени прыгают. Причем они летают по другому закону. Да, они летают равномерным прямолинейным движением, да. Ну, да, у них выигрек не выставлен. Слушайте, норм. Ничего страшного. Да, они все одного цвета. Да, не видно нигде подсчета очков. Какие-то нули печатаются здесь. Не знаю, что за нули. Это какая-то отладочная информация. Человек дебажился и забыл убрать в релизной версии дебаг. Слушайте, мы учимся. Понятное дело, что надо на самом деле убирать дебажную отладочную печать. Надо убирать в итоговой версии, которую вы задаете преподавателю. Ну, в конце концов, самый разумный способ там. Ну, есть разные способы организации дебажной отладочной печати. Можно ввести там глобальную переменную к обслокам, назвать ее дебаг. Можно воспользоваться встроенными какими-то средствами. Слушайте, плевать. Еще раз. Ну, смысл еще раз в том, что по функциональности меня программа радует. Заглянем в код. На самом... Да, стоп. Что-то не то. Все-таки при закрытии программы возникают ошибки. Что-то не то при закрытии программы. Что-то там, файл, in new game, sell, canv, delete. Что-то не то. Invalid, command name, canv. Короче, что-то где-то у него не... Ну, если программа бы работала нормально, идеально, то не должно было возникать на закрытии программы крестиком, на событии и завершении программы не должно было ничего возникать. Она молча спокойно закрывается. И не вываливает кучу. Я умираю в вагонях. На, спокойно, тихо, смерть. Значит, ладно, короче, давайте посмотрим на нее поближе. Значит, так. Так, ну, импорт библиотеки я не придираюсь, хотя надо бы. К чему я хотел бы придраться? К повторным импортам. Ну, ненормально импортировать кинтер два раза. Уж либо так, либо так. Так, я говорил, что лучше все-таки не фронт импорт, кинтер импорт звездочка, чтобы было явно видно, из какой библиотеки функцию вы зовете. Это лучше. Можно сокращать импорт кинтер стк. Так можно, нормально. Но уж либо так, либо так. И мы, то же самое, надо было определиться. Но то, что действительно сразу заметно… Давайте даже так, не будем торопиться. Я сейчас все сверну, никуда не всматриваемся. Смотрим именно по верхам. Значит, еще раз, что я вижу? Я вижу, что у меня опять программный код разрезан на кусочки. Часть программного кода наверху, часть под определениями некоторых функций, часть внизу. То есть основной программный код читать трудно. Ради этого надо сделать что? Одну функцию, которую назвать main, одну функцию, которую назвать main, в самом низу мы ее вызываем. И все. И эту функцию можно разместить на самом верху, например. В ней явным образом будет написано, какие переменные являются глобальными уровня модуля. Уж если они нужны, но они нужны здесь. Но тем не менее. Чего я не вижу здесь сразу? Я не вижу здесь ООП. То есть то убогенькое, но все-таки хоть какое-то ООП, которое было в пушке прикручено мной изначально, в том вот этом так себе образцовый человек, вырезал под корень. Что я могу про него сказать? Это значит одно. У человека богатый опыт. Ну я имею в виду богатый опыт в школьной жизни. Он писал программы в структурном стиле программирования. Структурное программирование. На самом деле я вам скажу, изначально, а да, еще, кстати, одна версия. Возможно, он просто переделывал свою программу, программу про мячики, про мишени. Она же у него была, и там уже все летало. И он туда вкрутил пушку. И как приклеивать ООП он не знал. Ну короче, у меня даже была мысль вот в этом курсе сделать пушку, трехнедельная же пушка у нас. Первую сделать чисто структурную, потом ООП и потом модульную. Я не стал издеваться и сразу дал с классами. Вот, но человек вырезал. Вот мы можем посмотреть. Вот он, чистая структурная пушка. Работает. Понимаете, вот работает. Ну, конечно, да, человек нарушает здесь ПЕП-8 кричащими, ну, потому что в письменном тексте, все это знают сейчас в современном мире, да, что заглавные буквы это КРИК. Да, вот в смс-ках, в сообщениях на форуме это равносильно отождественно КРИКу, да. Не ори на меня, хочет сказать его программисту. На самом деле есть ситуации, когда согласно стилю кодирования ПИТОНа, да и часто он в других языках, когда допустимо использование капслока. Вот это в апперкейс. Знаете, когда? Когда какая-то опасная конструкция. На чистом СИ, я вам буду про это говорить, это макросы. Макросы являются очень опасной конструкцией языка программирования, которым можно, что называется, как оружие, да, хранить в сейфе, да, использовать только по назначению. Пошел в лес на волка, бери. Вот так, пожалуйста, это, закрывать на ключик. Вот так вот с макросами, что это осторожно, макрос. Вот это капслоком, да. И вот в ПИТОНе вот таким вот осторожно являются глобальные переменные. Глобальных переменных, ребята, чем меньше, тем лучше. Глобальные переменные, особенно глобальные константы, потому что их в ПИТОНе по-нормальному не существует. В ПИТОНе любое имя можно заменить, да. Ну нет, констант. У него много чего нету в этом смысле. Он очень динамичный и легко. Вот можно раз, я вам говорил, да, что у нас имя не имеет типа. Тип за объектом привязан. И чтобы отличить глобальные константы от глобальных переменных, есть некое соглашение. Там переменные с буковкой G подчеркивания, глобальные, используются. А константы, вот, кричащие, но не функции. Для функции используется так называемый, вот если есть camel style, да, вот эти вот бугровые такое вот имя, в котором будет каждое слово. Пушка, я сейчас переименую пушка прицел for camel style, да. Значит, пушка, на самом деле так надо называть классы. Пушка прайсел. Ну, я читаю по-английски. Представьте, что я I'm an English coder and I'm reading a Russian project. Пушка прайсел. What about price L? What is L? And what is its price? I don't know. Пушка прайс. And where is пушка? I don't know. How to measure its price. Короче, вы понимаете, что вы используя транслит, вы можете очень сильно запутать англоязычного человека, и он будет думать, при чем тут цена пушки? Он что, уже прикрутил покупку пушек тут уже магазин есть, как в этом, в Scorched Earth. Короче, а вот это называется snake style. Ну, змеиный стиль. Ну, в питоне сам Бог велел пользоваться змеиным стилем. Но camel style есть для классов, которых тут нет. Ну, лучше вот так вот. Ну, кроме того, еще раз, все-таки ганс, да, это самое там ствол, как-то уж, ну, в смысле, переводить. Надо учить английский, не знаете английского, открывать переводчик. Вот я, сейчас у меня, я не знаю, у меня там сеть есть? Да, сеть есть. Я сейчас открою переводчик. Даже не затрудняйтесь, нормально посидеть. Ага, ща. Ага, ща он мне пароль покажет на всех. Ну, вы не успеете его использовать на мне. А кроме того, он каждый раз разный. А? Ну, да. Та-дым. Как мне ее поискать-то? Что-то не видит. Видит. Давай. Так, короче. Я транслейт хотел. Транслейт. И что я хотел сказать? Ствол. Ствол пушки. Вот я наивный, не знающий английского. Gun barrel. О, е-мое. Barrel так надо было. То есть не пушка price, да? А gun barrel. Понятно? B-ге. Gun barrel. Ну и уже нормально. Я уже не запутал половину это самое население земли. Ладно, но я сейчас все-таки не буду это дело изменять. Я верну все в оригинальную версию. Потому что иначе оно перестанет работать. Давайте же заглянем внутрь. Что же там написано? Вот как ваше мнение? Что делает функция шар? Мы русские люди, мы понимаем, что транслит написано. Что делает функция шар? А? 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 Катерная создает по-хорошему. Если уж она создает, надо было назвать ее создай шар. Слушайте, я сейчас начну заканчивать. Мы поскорее сделаем. Потому что мне нужно еще хорошую версию показать вам. И что мы видим? Глобал. Причем такой глобал, который не влазит. А что там есть глоб шар-цвет? Если вы обратите внимание. Потому что цвет? Цвет, да. Квет. Да, цвет. Квет. 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 Шар-ти. Шар-кол. Кол. What does it mean? Шар-в-икс. Ну, короче говоря, да? Ладно, сейчас даже давайте больше не придираться к английскому транслит. Все, не придираемся. Только содержательно. Что он делает? Да, тут что-то расчет шара-в-икс-шар. Стоп, подождите. Обратите внимание, здесь шар-в-икс-эп. Он не создает шар. Нет, вы ошиблись. Он, оказывается, двигает шар. Да, можно. А, да, прошу прощения. При этом он расточительно с ресурсами поступает. То есть никакого... Ну, я тоже так допускаю это. Пока выучите, опять же, более-менее нормально. Но он убивает предыдущий объект на холсте шарика и рисует новый. Такое моргание. Бум-бум. Ну, мы этого, наверное, не заметим. То есть вроде все нормально. Да. n-ты. n, да. И еще, кстати, вопрос. А что такое параметр n? То есть по названию функции этого определить невозможно. Человеку ничего... Никакой документ строки. Название ничего не... не соответствует. Вот только что я держал ее закрытой, и вот я вот сижу и говорю, что это значит? n, ребята, это номер шара в глобальном списке шаров, чтобы вы знали. Понимаете? То есть эта функция опирается на то, что у нас есть куча глобальных переменных. И программист, который это писал, он удерживал в памяти очень много объектов. Я ему завидую, я не умею. Он держал в памяти все эти имена глобальные, сколько их там штук, что у него есть эти шары и список шаров причем, да. Причем этих... не один список шаров, ё-моё, а куча списков, параметров шаров. И в каждом списке свой параметр списка шаров. Знаете, в какой момент этот человек... Не буду говорить никаких конкретных, да. В какой момент у него появятся суицидальные мысли. Когда я попрошу его сделать несколько видов мишеней, несколько видов мишеней, причем, чтобы у некоторых мишеней, например, были такие специфические параметры. Ну, например, чтобы у меня были такие мишени, у которых вот треугольничек, который поворачивается, и очень важно, куда он повернут. Ну, условно, не знаю, там самолетик, который долетает до стены, ударяется, случайно поворачивается, летит по новому углу поворота, там, да, или там по закону сохранения импульса. Всё. Человек накроется вот здесь вот, потому что он, у него количество глобальных переменок, на которые он заложился, из вот такого вот вырастет в ещё большее. Но надо сказать, что он здесь всё-таки использовал некоторый name convention, соглашение об именовании, ну, с самим собой. То есть он все вещи, которые касаются шаров, он называл словом шар. Подчёркивай, шар подчёркивай. На самом деле, ради этого и создаётся ООП, ради того, чтобы у вас был единый список balls, ну, или шарс, да, хорошо, шары, шары, в котором будут лежать, собственно, объекты типа шар, в каждом из которых будет список параметров. Проехали. Короче, ни о каком наследовании, ни о каком иерархии возможных объектов цели здесь речь не идёт. Программа абсолютно нескалабельная, да, она немасштабируемая. Невозможно её нормально масштабировать. Вот эту программу, хотя она в процедурном стиле, да, в таком чисто структурном стиле написана в каком-то. В том смысле неплохо. Я сказал, у человека богатый опыт. Человека богатый опыт. На языке типа Паскаль. Ну, на Паскале, но причём, скорее всего, на чистом. Не на Паскале Бесси, не Делфи, а чистый Паскаль. Я когда-то так писал. Мой второй язык Паскале я писал вот так вот. Вот. Абсолютно. Пушка прицел, угол, Г, сила, пушка. Это, представьте себе, это всё надо держать. Ку какая-то? Простите, ку, не знаю, ку такое. Ку. Ку. Ку-ку. Не, ну серьёзно, ребят, ну, кто такой ку. Запуск. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, я не могу. Может быть, не стоило создавать такую функцию? Не, ну, 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 она инкапсулирует в себя одно действие. Понятнее не стало. Но, что-то запуск ку отвечает за какой-то запуск. я не понимаю. Запуск два. Страшно, что эта программа работает. Человек сумел её заставить работать. While Z. Кто такой Z? Это переменная Z, трёхмерная. Нет? Ну, правда. О чём речь? Шар рис. Так, я помню, шар рис — это рисунок, это вот его аватарчик, в смысле, айдишник, который Canvas возвращает, ещё он говорит, так, если равен нулю, то... Так. Так. Чем-то отличается шар рисунок, у которого ноль. Значит, что, наверное, я не понимаю. То есть, когда идентификатор ноль, это что-то значит у шарика. Может, это пушка на самом деле там прячется в списке шариков. Прячется пушка, может быть, я уж не знаю. Блю. Так. Пушка, прицел. Пушка, прицел и передаётся пустая строка. А там, она что, строку, оказывается, туда потребляет? Или кого? Кого? Сюда. Всё. Ну, то есть, я отчаиваюсь. А подождите, пушка, прицел должна ивент вообще-то получать? Ну, ивент я знаю, ивенты — это ивенты. А что она туда строку суёт? Я в этот момент начинаю отчаиваться. Человек, который писал эту программу, становится кем? Уникальным сотрудником. Его нельзя уволить. Ему нельзя болеть. Понимаете? А если что-то, не дай бог, сломалось или что-то, не дай бог, надо расширить в этой функциональности, то менеджер берёт этого человека за шкирку и трясёт его. А ну, зараза, давай выходи по субботам, по воскресеньям и ночью, потому что поломалось и дела чини. Никто не понимает. А человек смотрит её, её сам уже не понимает. А если он уволится, то, как сказать, про него пойдёт такой позор среди работодателей. То есть, вот работодатель новый спросит, он скажет, как там, чё? Он скажет, этого уникального сотрудника, гони сразу в шею, потому что он пишет программный код, который абсолютно unreadable, unscalable и до свидания. И unsupportable. Запомните эти слова. Программный код, чтобы он был clean код, он должен быть readable, scalable, supportable. Понимаете? Очень это важно. Давайте, ладно, всё, я попугал вас. Вам хватило? Давайте попробую, попробую вас обрадовать. Я не знаю, получится ли, может быть, это будет только хуже. Потому что здесь преподаватель дерзнул использовать то, чего я не предполагал. Он взял и так вот взял и стал пользоваться абстрактными базовыми классами. ABC это не алфавит, ребята, это abstract base classes. Это очень крутая концепция, она ничуть не простая. Ладно, она не суперсложная на самом деле, но смысл в том, что вот я вам в прошлый раз говорил, вот можно создавать иерархию, хотя не показал этого. Реально не показал, как создаются иерархии, и сейчас я не буду этим, наверное, заниматься пока. дойдет дело. Но, коротко, классы могут наследовать классы и наследовать вместе с ними их методы, их свойства, если эти свойства глобальные, и за счет этого функциональность какая-то она реализуется. Ну, кроме того, есть абстрактное наследование. Сейчас не будем уходить в это дело. Короче, там файл диалог, то есть тут диалог с файлами будет. Обратите внимание, капслок, но преподаватель-то шарит, да и пайчарм почему-то не ругается, хотя вроде человечка это самое не отворачивал. Кажется. Кажется, не отворачивал, дайте глянем. Эй, ну ладно, я не отворачивал, человечка не ругается. Почему? А потому что, друзья мои, это глобальная константы. И человек, который открывает программу, он смотрит сюда и видит, это константы, можно поднастроить программу. Понимаете? Пожалуйста, возьми сюда и подправь. Хочешь другой дилей? Пожалуйста. Да? Ну, DT написано так вот коротенько, но пояснение. А остальные написаны длинненько. Victory MSG Time. Ну, нормально? Ну, может быть, стоило вот здесь вот дописать вот так вот MS, ну, чтобы было понятно, что microseconds или прям microseconds. Да? Ну, может быть. А может и не обязательно. Window Shape тоже вроде понятно, правда? То есть, не требуется никаких комментариев. Так, ладно, давайте сделаем так же, как и было в прошлый раз. Я вначале посмотрю на программу с высоты птичьего полета. Я все сверну. Есть такая опция, по-моему, в Пайчарме Folding Collapse All. Та-дам! О! Поехали! И что я вижу? Что у меня в этой программе, как вы знаете, открываем пьесу Гоголя, и там написано действующие лица. И вот мы сейчас открываем программу. Действующие лица. Некий агент, который наследуется от ABC. Допустим, мы это не вшарили. Пропускаем. Ну, вы же тоже, когда читаете Матан первый раз, у вас тоже круглые глаза такие, да? Ну, вы вначале так пропускаете, пропускаете, потом на второй раз перечитываете, а, да, что-то я понимаю. Ну, Чтение программы, оно тоже на самом деле за несколько итераций происходит. Мы уже две прочитали. Поэтому, ну ничего, проехали. Не понимаем, проехали. Так, кто тут есть? Болл, мячик, пушка и таргет. А, еще они все являются наследниками агента. Тут закрадывается мысль, наверное, агент это кто-то, кто, ну, что-то, что реализует их общее. Нечто общее. Ну, по сравнению с Бэтлфилдом, да, они являются собственно действующими объектами, они действуют. Ну, действующими агентами, да, что-то там есть. Мы увидим, на самом деле там несложно разобраться. Есть Бэтлфилд, боевое поле, ок, мы поняли, так, как мейнфрейм. Ну, фрейм это что? Ну, рамка. На самом деле, если вы уже немножко знакомы с Кинтером, фрейм это невидимый виджет, необходимый для группировки других виджетов. Собственно, мейнвиндоу, главное окно, оно может являться, ну, в каком-то смысле фреймом, но самое главное, внутри него можно создавать фреймы, чтобы разделять функциональность. Тут меню, тут статус бар, тут еще что-то. В фрейм можно размещать, ну, паковать там или грид делать, короче, паковать разным образом другие фреймы или просто уже конечные виджеты. Понятно? Сам фрейм не отображается, но он как директория. Директории для чего вам нужны в каталоге при хранении файлов? Для структуризации. Вот так вот фрейм необходим как вид для структуризации конечных виджетов. Ну, здесь есть некий мейнфрейм, мы посмотрим, какие обязанности в него вложил создатель. Так, есть некий класс меню. Ну, вопросов нету. То есть, тут есть действующее лицо меню. Так, Gun Game App. Да? Хм. То есть, есть класс самого приложения. Прикольно, у нас такого еще не было нигде, да? Вот даже в моем такого не было. То есть, есть целый класс, который отвечает за игру. Ну, наверное, трудно себе представить, что я буду создавать несколько одновременно игр. Кроме того, я могу здесь заметить, что он наследуется от ткинтер.тк. То есть, этот вот Gun Game App, он в себя, да, он является наследником, собственно, класса интерпретатора языка TK-TCL, вот этого вот графического интерфейса всего, да, ткинтеровского. Но если я уж буду создавать второй Gun Game App, то автоматически мне для этого придется что? Создать, по сути, второе окно со вторым интерпретатором интерпретатором TK, поэтому еще раз, что? Этот класс, скорее всего, будет иметь один единственный объект. Для таких классов, здесь этого не реализовано, но для таких классов существует даже специальный шаблон проектирования, называется Singleton. то есть класс, который предполагается, но Singleton, он еще и защищается, он обязывает, он не дает себя по-другому использовать. Класс, который всегда существует только в одном инстанте. То есть мы, если уж и создали, этот объект этого класса, он единственен. Понятно? Попытка пересоздать его еще раз. Есть такой паттерн, ну, паттерн создания класса, такой шаблон поведения, шаблон поведения класса, независимо от его реального наполнения. Когда вот еще раз говорю, просто вот нельзя создать много объектов этого класса. Он либо есть, либо его нет. Вот создали, вот он есть. Singleton называется. Ну, короче, по идее, GangameApp, наверное, предполагается здесь как Singleton, хотя, я вам скажу заранее, не реализован, да и не надо. Тут врагов, которые... Ладно, нет. Короче, теперь смотрим, что, собственно, у нас вне находится. Ну, человек не стал выделять функцию main, потому что единственный программный код вне. Кстати, вот эти вот константы я не считаю программным кодом. То есть я вот говорил, что о, плохо там, то плохо. А здесь это реально константы. Это настроечные константы. Ну, в идеале, может быть, их вынести в отдельный файл с настройками. Но, тем не менее, это нормально, это допустимо. В ситуации маленькой программы, когда настройки пишутся прямо здесь, ну, слушайте, потерпим. Хотя, на самом деле, можно было здесь вместо вот этого дела сделать import settings, а файлик settings.py записать вот эти вот строчки. Понятно? Ну, или from settings import звездочка. А в settings прописать ровно вот эти вот три константы. Понятно? Самый примитивный способ вынести константы, управляющие игрой, в отдельный файл. А тут from settings import звездочка. Ладно, не будем сейчас, еще раз говорю, придираться. Мы что увидели? Мы увидели действующих лиц. А дальше они сами, по сути, начинают. То есть все содержимое распихано по их методам. Оно структурировано по методам. И ответственность вся она разложена там внутри. Слушайте, я кажется, в предыдущем проекте не показала бы страшную вещь. Очень хочу к ней вернуться. Давайте сейчас я покажу вот это, потом вернусь туда. Вот это, вот это прям совсем писк. Это самая лучшая, вторая. Потому что вот эту я могу показать, она по функциональности уступит сейчас. Ну, первая не уступит, вторая она уступит по функциональности. Ладно, давайте посмотрим на красивый код. Значит, начнем рассматривать. С кого начнем рассматривать? Ваше мнение. Можно сверху от Gun Game App, вообще, что такое приложение игры. Можно начать с деталей в начале, а кто вообще-таки Ball, Gun, Target, потому что это персонажи нам знакомые, более-менее. С кого? А? Давайте посмотрим Gun Game App. Да. Та-дам. Так, ну, что мы видим? Значит, GetState, SetState, GetSaveFileName, GetLotFileName, SaveLot, NewGamePause, Play, Stop. Ну, за что отвечает этот класс, не глядя внутрь? А? За действительно общее поведение игры, за запуск новой игры, сохранение, загрузку. То есть, тут предусмотрена загрузка, даже прям хочется взять, влезть в это дело. Че, правда? Давайте тоже откроем. приложение ставится на паузу, а не останавливается, чтобы при сборе состояния игры было видно, какие-то ложные задачи. Это что? Это призрак, он документирует. То есть, он поясняет, что делать. SelfPause, после паузы, FileName, GetLotFileName. То есть, на самом деле, вот по-хорошему, вот этот метод является внутренним. Если я побегаю по программе, поищу, а есть ли где-то здесь, собственно, вот эта вот штука, да, вот я вот поищу. Слушайте, дайте я покажу вам. Я покажу вам это. Дело в том, что здесь есть одна единственная функция, написанная маленькими буквами. New Game. Давайте же откроем ее. Посмотрим. Я сейчас перейду в Presentation Mode. Хотя, на самом деле, чтобы оценить ее до конца, надо вначале не в Presentation Mode показать. New Game. Посмотрим на Global. У-ху-ху-ху-ху. У-ху-ху-ху. Ха-ха-ха. Вот эта черта, это знаете что? Это предельная ширина по PEP 8. PEP 8 предполагает там не более 78 или 75 символов в ширину, просто потому, что большинство старых экранов не предполагает такой длины строки, и вы не можете ее обозреть целиком. И предполагается после этого однозначный перенос. это просто катастрофа. А теперь дальше. Это одно. Стоп. Посмотрим дальше. Та-ра-та-та-ра-та-там, тра-та-та-та-там, тра-та-там, тра-та-там, тра-та-там. Вот у меня первый вопрос. Вам удобно читать это? Война и мир. Эта функция, она в длину начинается со 115 строки и заканчивается 198-й. То есть, сколько получается 98 минус 15? Получается 83. Ну, плюс 1. 84 строки, включая заголовок. Ну как? На самом деле функция длиной больше 50 строк уже автоматически становится неудобно читаемой. А лучше, если она помещается на один экран. Идеальные функции 15-20 строк. Это норм. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Явно. То есть, в этой функции наверняка содержатся ошибки. И обнаружить их очень трудно. Есть исследования фирмы IBM, в частности, делали большие фирмы, у которых много программистов, они очень нуждаются в том, чтобы продуктивно работали ребята. Программисты должны работать продуктивно. И они измеряли, какой оптимальный размер функции. Ну и оказалось, что до 50 строк строгой зависимости между длиной функции и процентом ошибок нет. А после 50 строк уже начинается чуть ли не экспоненциальный рост ошибок. Я не помню оригинальной статьи там научной по этому поводу, но существует реальное исследование по этому вопросу. короче, то, что здесь есть ошибки, я вам гарантирую. За хардкоженные константы, которые непонятно что означают, 678, скорее всего, что-то как-то связано с размерами экрана, почему 50? 550. Скорее всего, с предельным, с максимальным радиусом, я догадываюсь. Ладно. Потому что я очень хорошо понимаю, о чем вообще речь головальна. Но просто это недопустимо. И за что отвечает эта функция? Как вы помните, одна из важных вещей, которую я вам произносил, это ответственность. И принцип единственной ответственности. Ну, да, эта программа написана не в идеологии ООП. Но тем не менее, ну функции, они что же не могут принимать на себя ответственность за все? Ну, давайте тогда вообще откажемся от функций. Пусть у меня будет просто программный код, в котором вообще нет функций один там if и while. Доказано, что любой доказано. Любой алгоритм можно реализовать при помощи условного поведения, ветвления и цикла. Все. Не нужно, не нужны эти процедуры, функции, классы, модули. Не нужны. И вообще все можно на машине тьюринга написать. Вообще есть прекрасный язык, называется brain fuck. Ну, там 4 оператора, каждый из них обозначается одним символом. Я не помню, там точка, звездочка, скобка влево, скобка влево, скобка правая. Кажется так. А, не, по-моему, там еще функция распечатки есть, которая печатает символ текущий. Ну, ладно, я к чему. Друзья, ну, можно же дойти до любого предела несовершенства. Мы должны делать так, чтобы код был читаемый. И очень важно, чтобы функция имела конкретную ответственность. И идентификатор означал, что она делает. Она вообще не new game делает. Она занимается и инициализацией. Что она делает? И какой-то цикл по ZEP. Что такое цикл по ZEP? Что он делает? Какие-то так, он отслеживает VEP. Так, элиф. Что он делает? Какая-то, это что, инициализация или нет? Я уже не уверен. Time sleep update. То есть, она спит и апдейтит. Значит, наверняка летает оно здесь. То есть, оно в main loop, как и раньше, не уходит. Наверное. По крайней мере, байндятся пустые строки. Че, че, че? В Canvas на motion байндится пустая строка. И че? Как оно работает вообще? Ган? Я не понимаю. Че? Как оно работает? Все, я перестаю понять. Ладно, давайте, короче, я позмущался, посетовал. Давайте еще раз посмотрим на вот этот вот ган. Можете, зря я его хвалю. Так, наверное, все-таки presentation mode. так, И я хотел что сделать? Свернуть все, так будет легче воспринимать от collapse all, а потом разворачивать. Поехали, разворачиваем. Значит, короче, понятно, чем занимается класс, захотим уйти в детали, уйдем в детали. Правда? Чем делает new game? Mainframe new game. То есть все функции того, что делает конкретно new game, они делегированы в класс mainframe. Так, лот чем занимается? Лот, ну, собственно, что он делает? Он там state куда-то с этим джейсон лот. Ну, тут, да, это он загружает. Завернем обратно. New game pose, что делает? Mainframe pose. Так, то есть смотрите, да, я вижу, что у меня, собственно, этот класс не занимается всем, он не отвечает за все. Он занимается менюшками, да, он занимается загрузкой, выгрузкой файл, а все, что касается, собственно, уже игровых дел, поставить на паузу, запустить после паузы, остановить игру со всем. Этим кто занимается? Mainframe. То есть ответственность переложена. Начальник взял себе зама и сказал, ты отвечаешь за это. Все, супер. У нас четкое разделение обязанностей. Мы понимаем, где искать проблемы, если проблемы с игрой, то это не вот в этом game game app, они там, в mainframe. Mainframe, естественно, в init создается, то есть создается game, gun game app, и в нем в качестве вот self-mainframe создается mainframe, и он пакуется. Кроме него пакуется кто? Menu, ну и делается bind для там сейва по кнопкам ctrl s. Кристально, прозрачно. Поехали дальше. Идем в mainframe. Ctrl B. Мы попали. Ага. Using Ctrl B. Да, да, я using Ctrl B. Люблю Ctrl B. А что сделал? Я что-то не увидел, чтобы он перешел. Ctrl B. Он что-то не то делает, мне кажется, нет? Ну ладно. И может, я должен был что-то другое. Я использую Vim интеграцию с PyCharm. Еще не совсем привык. Раньше не пользовался отдельно PyCharm. Так, смотрим на mainframe. Опять, смотрим с высоты птичьего полета. Что он вообще делает? Так, new game, stop, play, pause, report, hit, get state, set state. Ну, явно он не занимается файловыми менюшками. Давайте посмотрим, что там. Ну, stop, play, pause. Давайте откроем, посмотрим. Так, опа, а он оказывается тоже нанял себе зама. Он тоже занимается не всем. И его зам это battlefield. Естественно, что у него в конструкторе этот самый battlefield создается в качестве его кого? члена. То есть, у меня есть game app, gun game app, которого атрибутом, объектом, который в нем хранится, инкапсулированным внутрь него является mainframe, главный frame. Главный frame занимается своими, сейчас мы определим, какими делами, да, но всю функциональность, связанную с запуском, остановкой игры, вообще с игрой, да, непосредственно он в battlefield отправил, в класс battlefield. Окей. Так, что мы видим? Battlefield создается, ему пробрасывается, кстати, сам mainframe, то есть battlefield имеет ссылку на mainframe на всякий случай для взаимодействия, ну, на всякий случай я еще не знаю там деталей, а я могу прямо в конструкторе mainframe понять, чем же он занимается, хотя тут и не написано. На самом деле хорошо, чтобы человек написал ответственность этого класса, то есть открыл вот здесь вот, ой, прошу прощения, открыл вот здесь вот документ строку и написал этот класс занимается, ну, или без слов этот класс тем-то, тем-то, да, но я вижу сразу, что он занимается подсчетом очков и лейблом, видите, да, там label, score, да, есть score template, temple, хотя у меня на самом деле такие же придирки, как и у PyCharm, tmpl непонятно чего, лучше бы он написал template, то есть это дело такое к микро-рефакторингу, но это мелочи в придирках, согласитесь, не такие уж страшные, ладно, короче, чем занимается класс mainframe, мы поняли, его можно просто закрывать и смотреть дальше, кого, battlefield, battlefield, что ты делаешь, battlefield, вот этого товарища мы понимаем сразу, он тут много чем занимается, это такой великий деятель, он занимается явно чем? целями, снарядами, play, jobs, игровыми задачами, что это такое, пока не совсем понятно, но тем не менее, pause, jobs, да, то есть он умеет эти работы некие, стартовать, паузить, да, в принципе у него есть play, pause, restart, какой-то getroot, не знаю, что такое, getroot, это достать root, собственно, root self-master, mainframe там хранится, скорее всего, в этом мастере, я сейчас в конструктора залезу, и вот я вижу, что мастер, где мастер, вот, super init master, вот эта вот штука, знаете, что это такое, кстати, это запуск конструктора предка, это, конечно, синтаксис, может быть, я его не показывал еще, но вглядитесь в него, здесь вот супер, это слово, оно возвращает ссылку на самого себя, но как предка, дело в том, что battlefield является наследником холста, то есть по сути частным случаем холста, то есть battlefield это холст, но с наворотами, понятно? То есть помните, когда он про косы, вообще наследование, это очень классная штука, вы должны понимать подстановочный критерий Барбары Лисков, я про него еще не рассказывал, но суть наследования, она такова, у вас есть некий класс, я его назову base, и этот класс реализует некую функциональность, то есть у него есть некие свойства, но самое главное, что он умеет что-то делать, да, там, do, show, ну, например, парочка каких-нибудь вещей, да, но самое главное, что он, как сказать, что-то из себя по существу представляет, за что-то отвечает, что-то делает, и у меня есть некий производный класс, derived, этот производный класс, он у меня наследник этого base, это значит, что он является частным случаем этого базового класса, он для того, чтобы, во-первых, он обязательно должен реализовывать эти самые вещи, обязательно, он тоже должен уметь делать do, он должен уметь делать show, он может делать что-то еще, понимаете, но он не может перестать делать то, что делал базовый класс, как наследник холста, по-хорошему, при правильном ООП, он не должен отказываться от того, что делал холст ранее, более того, не должно возникать каких-то приплясываний, что для того, чтобы он сделал show, того можно было, например, базовый, я одну секундочку произнесу, потом спрошу, да, в базовом классе можно было просто сделать show, да, а у этого, перед тем, как сделать show, надо взять еще какой-нибудь там set, x какой-нибудь там вызвать, а если ты его не вызовешь, то произойдет ошибка при show, ну я пример такой жизненный приведу, представьте себе, есть сантехник, а есть Бираев сантехник, ну в смысле производный, ну условно сын сантехника, да, и вот фишка в том, что тот, кто вызывал сантехника раньше, бабушка, которая вызывала сантехника раньше, она вызывала сантехника, сообщала ему задачу, давала ему денежку, он ее делал и уходил, возвращая, то есть возвращая там отремонтированную раковину, да, если пришел производный сантехника, то бабушка должна суметь сделать то же самое, вызвать его, передать ему те же параметры, заплатить ему ту же денежку, получить от него чистую самую работающую раковину, все, до свидания, и ей должно быть все равно, что это пришел не сантехник, а производный от сантехника, понятно, это если кратко, суть подстановочного критерия Барбары Лисков, фишка вот в чем, что иногда при наследовании, автоматически, кстати, принцип Барбары Лисков не происходит, не осуществляется, очень часто бывает, что при наследовании программист, который пишет, он прибавляя функциональность, заявляет некие новые требования, о которых бабушка, которого раньше вызывала, она не знает, понимаете, то есть условно, новый сантехник, апгрейдженный сантехник, если ему, как сказать, дать какой-нибудь дополнительный параметр и бутылку водки, то он еще и спляшет, и станцует, но не должно быть такого, что этот параметр становится обязательным, понимаете, ясно, что он без нее просто в принципе не будет делать работу свою, вот, короче, очень важно, чтобы можно было работать с производным точно так же, как если бы это был базовый, и мы даже не знаем о том, что это производный, вот суть подстановочного критерия Барбарлиска. Значит, возвращаясь вот сюда, к этому товарищу, к Battlefield, как холсту, он является наследником холста, и он, чтобы все работало холстовое, должен вызвать его конструктор, если он не вызовет конструктор, то полноценного наследования не произойдет, потому что у меня не будут созданы атрибуты, в холсте есть какие-то атрибуты, они создаются в его конструкторе, надо же выполнить, чтобы появились свойства у холста, какие-то его атрибуты, нужно выполнить его конструктор, понятно? Поэтому в Питоне полноценное наследование подразумевает выполнение конструктора. Ладно, базового класса, а его явно, надо дергать явно. В C++ там другая история, там, мы, правда, прям в ООП сильно не пойдем, в плюсах, если что, наверное, но там конструкторы дергаются автоматически, а здесь нет, здесь они дергаются вручную. Ладно, numtargets, ну, человек, кстати, захардходил numtargets, и я против, надо было константу вписать, как он будет там, numtargets равно, а здесь написать, я тут сам прошу прощения, мы работаем, бум, эй, ну, вроде работает, numtargets, ну, numtargets написать вверху, там же, где это было, да, ну, чтобы у меня было как-то, или отчет еще зависящий, но не вот так вот, хардкодить, даже вот я, преподаватель писал, все равно, ну, по-хорошему и тут можно придраться, но даже к хорошему, понимаете, я даже понимаю, куда придраться, это уже хорошо, потому что, когда преподаватель смотрит сочинение двоечника, он не знает, как сказать, а что тут, собственно, намудрил и непонятно, что тут делать, а когда видно, ошибки всплывают на поверхность, разве это не хорошо? Это хорошо, понимаете, вот когда, как бы, легко читаемо, это, кстати, к публичности, открытости моих лекций, мои ошибки, они на поверхности, но я не боюсь, пусть меня это самое, увлечайте меня в ошибках, да, и там весь интернет, пусть, пожалуйста, можно ведь, ведь кто знает, а сколько ошибок на тех лекциях, которые не записываются, преподаватель приходит, какой-нибудь член корр, или академик, или профессор, читает лекцию, а может там ошибок куча, а сидят вот такие вот студенты, они не знают, вот, понимаете, а когда есть какая-то публичность, есть проверка, очень важно, чтобы в обществе была открытость, когда общество открыто, когда деятельность публична, это очень здорово, как только она не публична, тут же развивается коррупция, коррупция, в том числе на местах, такая вот, когда преподаватель, он что-то себе рассказывает, какую-то там вот, условную лабуду, ладно, простите, скоро конец нашей лекции, давайте посмотрим до конца, да, remove targets, прозрачно, правда? if targets to remove is none, так, ok, it's равно list self-target, так, а иначе, и что там, targets to remove, в общем, короче, и что делается дальше, по этим ID, прошу прощения, что там, там происходит targets ID destroy, то есть даже он не удаляет их, собственно, он просто вызывает destroy, говорит, target удали себя сам, задестрой себя, то есть получается, что вот этот самый battlefield, он не знает, как удаляются таргеты, таргеты сами знают, как себя правильно удалять, и это правильно, он не берет на себя ответственность за их это самое, remove bullets, давайте посмотрим, что он делает, так, ну, то же самое, по сути, делает, я бы еще сказал, может быть, можно подсушить этот код слегка, так, create targets, что он делает, так, тадам, target, self, не нужно добавлять элемент в словарь, self-targets, так как удаление осуществляется в методе target.inning, ну, все норм, то есть у нас просто тупо создается еще один объект, и вот написано, почему, все понятно, короткие понятные методы, так, что он, create targets from states, то есть есть некий states, непонятно, правда, что это такое, да, но у нас происходит их копия, причем deep copy, то есть какое-то глубокое копирование, я сейчас не буду выдаваться в подробности, да, для состояния, я среди состояний, пожалуйста, и вот создается target, но с параметрами, все норм, create bullets from states, так, ничего нового, ну, все нормально, так, start, смотрим, что делается, ну, t in self targets values, t start, b in self bullets values, b start, ну, то есть опять же, сам старт, он состоит в чем? В том, что стартует пушка, стартуют таргеты, стартуют баллеты, то есть при паузе они у нас замирают, после паузы на старте они отмирают, как это реализовано, сме там, но что мы видим, что еще мы видим catch victory job, есть некий job, который занимается ловлей победы, то есть здесь все расписано, здесь внутри, внутри программы, событийной, вовсю используются события, я бы писал иначе, а здесь идут параллельные работы, то есть параллельные событийные, мы сейчас увидим, как это красиво реализовано, вот, я бы писал иначе, я бы сделал централизованный цикл, я всегда его делал, вот я в первый раз увидел, когда преподаватель красиво реализовал по-другому, короче, клево, да, мы понимаем, о чем суть, в чем ответственность Бэттлфилда, и он не в себя внутрь, не пытается вобрать, он не, как это, знаете, жадный начальник, я отвечаю за все, все мне починило, и ты не смеешь, и зарплата получает, как это, по велению моему, даже солнышко восходит, по велению моему, знаете, да, из мультика, ну вот плохой начальник, он всю ответственность подгребает под себя, хороший начальник, умеет делегировать ответственность, вот так вот и проектирование программы, мы распределяем по классам, очень строго раздавать, так, единственное, ладно, единственное, как можно меньше ответственности, ну в идеале единственное ответственность, чтобы была единственная причина, для того, чтобы влазить в класс, и что-то в нем подправлять, но вот Бэттлфилд мы будем подправлять, когда? Когда у нас поменяется количество целей, изменится количество пушек, добавятся новые виды таргетов, баллетов, или кроме них дождь или ветер появится. Вот тогда я буду сюда влазить. А до тех пор, пока дело касается собственного изменения поведения таргетов Ганна или Болла, вообще не касается его. Сам местный товарищ разберется. Кого возьмем? Я всех не успею. Давайте Ганн. Ганн самый интересный, наверное. Посмотрим на Ганн. Так, ну есть базовая вещь. Старт, плей, стоп. Пора агента открыть, ребят. Пора открыть агента. Итак, что мы видим? Незнакомую нам штуковину синтаксическую. Пусть вас не пугает зеленый крокодил. Это декоратор. Не парьтесь. Вам не важно, как это там устроено. Важно, как это работает. Это, по сути, объявление, что этот метод является абстрактным. Абстрактным значит, что его обязательно нужно реализовать. То есть он должен быть реализован. Поэтому то, что тут написано, на самом деле оно не суть, даже важно. Короче, старт, плей, стоп, поз, апдейт обязательно должны быть среди всех потомков агента. Поэтому я заранее вижу, старт, плей, стоп, поз, апдейт. Я их просто буду там игнорировать и не вникать в суть. Хотя можно, на самом деле, для одного из них вникнуть. Bind all и super start. То есть своего предка, от которого ган унаследовался, start. То есть что? То есть тот самый старт, который был абстрактный там, да? То есть он его вызывает. Но при этом он делает некую дополнительную функциональность. Так, что там плей делает? Ага. Так, self-job-pause. То есть он отмечает, что моя работа на паузе. А, нет, если была на паузе, прошу прощения, то привязать bind all, bind all что-то делает. То есть есть некий метод, очевидно, здесь bind all. Так, где ты, где ты, bind all? Ага, bind all. Что делает bind all? Привязывает события, связанные с этим объектом. Для пушки это есть, а для мячиков, очевидно, есть, нет, не знаю. Ладно, сейчас не суть. Ладно, bind all. Unbind all. Ой. Это что, я его завернул? Unbind all давайте развернем. Bind pass event. Pass event это такая штуковинка для пустого события. Эй. Я все-таки неправильно настроил control B. Он в этом. Видите, он ничего не делает. Обработчик, который можно привязать, но он ничего не делает. Что дальше? Короче, еще раз. Вот поймите, я могу сейчас читать эту программу, вчитываться в отдельные главки, подглавки. Но она, елки-палки, структурирована классно. Согласны? Вот мне не надо сейчас уходить в детали. Ну давайте посмотрим. Я не показал, как это работает. Осталось только показать, как работает. И после этого можно... Что-то у меня колбасит. Вышли. С чем выходим? Осталось посмотреть на ган. Давай. Та-дам. Ну, цели не двигаются. Но скажите мне, пожалуйста, где я найду функциональность по поводу движения целей? В классе. Таргет. А где же еще, елки-палки? Именно там. То есть мне достаточно будет залезть в этот класс, найти это место, и цели полетят. Понимаете? Программа перезапускается, очки считаются. Да, снаряды не отражаются от стенок. Снаряды не отражаются от стенок. Прошу прощения. Эй, это кинтер-ТК, вернись. Снаряды не отражаются от стенок. Да. Зато, кстати, они разноцветные. А потому что свойства каждого нет. Считаются выстрелы, считаются очки. Да, то есть игра продолжается. Да. Сейчас перезапустится, я буду поражать новые цели. Никаких ошибок. А потому что программа чистая. Откуда ошибкам взяться, если каждая функция, каждый класс все разложено по полочкам, как в чистой комнате, понимаете? Все аккуратненько. А теперь смотрите еще круче. Это вам потом пригодится, когда вы будете делать аркаду. Game Lord. Та-да. Оба-на. Ну-ка, дайте собьем цель. Вот эту. File. Save. Так. Давайте его назовем как-нибудь там по-другому. Я SDF нажал. SDF 2. Так. Ну-ка, че? Дайте new. New. Я сейчас это самое. Сделал файл. O. Log. Вау. Работает. То есть этот сам game app, который этим там занимался, вот этим вещам, нормально все. И там все очень коротко и красиво сделано. Посмотрите. Эту же программу вам показывали? Но она в любом случае. Этот gun, он у меня лежит в репозитории лекций. Lection. Lect 10. Я его сразу уже запушил. Он лежит там. Короче, ну это прикольно. Оно все еще раз. Говорю, я нажал крестик. Программа закрылась. Понимаете? Вот это очень здорово. Короче, пишите, пожалуйста, программы. Да, чистенько. Учитесь делать чистый код. Это исключительно на практике делается. Ну, на следующий раз я буду что-то показывать уже по Solo Project. Ну, наверное. У меня, короче, есть следующие планы. На сегодня все. Спасибо.